Уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте всех, что-то еще поприветствовать, за то, что вы ваше время, возможность посетить Активирусию. И я также позвольте себе открыть симптомы, 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 которые называются «Практические вопросы. Организация помощи и оценки прогнозов пациентов, сердечно-сосудистой коморбидности на амбулаторном этапе». Мне очень приятно пригласить нашего первого докладчика, Юлию Викторовну Котовскую, доктор нацитутских наук, профессора, заместителя, директора научной работы Российского герметологического научно-клинического центра. Пожалуйста, Юлия. Спасибо большое, глубоко уважаемая Вера Николаевна, глубоко уважаемые коллеги. Итак, вот моя задача сегодня будет вот за те выделенные мне 15 минут осветить тему, которая на самом деле становится темой конгресса, и которая сейчас уделяется очень большое внимание. Итак, сердечно-сосудистая и гастроэнтерологическая коморбидность, проблема, которая берет свои истоки в очень-очень давных временах. Гиппократ говорил, что символизм не начинается в кишечнике, и все мы хорошо знаем, что утверждение английского Гиппократа, человек настолько стар, насколько стары его артерии, и между этими понятиями существует сегодня очень серьезно доказанная взаимосвязь. И когда мы говорим о взаимосвязи желудочно-кишечной коморбидности и сердечно-сосудистой подкоморбидности, безусловно, мы обсуждаем и роль микробиоты кишечника, и роль кишечного бонера, механизмы взаимодействия между желудочно-кишечным трактором и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые реализуются через функцию дотелия, ну и, безусловно, нас интересуют подходы к воздействию на лодицы между желудочно-кишечным трактором и сердечно-сосудистыми заболеваниями именно в таком порядке, потому что, безусловно, взаимосвязи двусторонние, и первое, с чего все начиналось, это начиналось с того, что пытались при воздействии на заболевания сердечно-сосудистой системы каким-то образом нейтрализовать так называемые токсины, связанные с кишечником. И так, безусловно, существует взаимодействие между желудочно-кишечным трактором сердечно-сосудистыми заболеваниями, между тем, что мы и делаем, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но не только в привычном смысле, что какая-то пища повышает уровень холестерина, но сейчас большому вниманию уделяется такому взаимодействию, как взаимодействие между микробионом и кишечником, и последующим каскадом различных воспалительных реакций, которые ускоряют развитие атеросклероза, 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 ускоряют развитие старения, и, безусловно, ключевую роль, вот, скажем так, в патогенезе этого состояния играет синдром повышенной эпидемиальной кондицаемости, который впервые был описан именно для клеток желудочно-кишечного гранта, следующий сказать можно, и надо сказать, что именно этому синдрому посвящен очень интересный консенсус, и я вас призываю всех с ним ознакомиться, это консенсус, вернитесь, пожалуйста, обратно, консенсус экспертов, да, мотидисциплинарно-эмоциональный консенсус, который восславил Владимир Ильич Симоненко, опубликован был на журнале «Кардиомаскулярная терапия и профилактика», и в этом консенсусе очень подробно разбирается физиология и патогенезеология синдрома повышенной гранта проницаемости, и на всякий случай, да, вот давайте вспомним, из чего состоят кишечный барьер, да, это прежде всего и слизь, это ресничные эпители, это плотные контакты, межклеточные контакты, которые осуществляют транспорт, это безусловно иммунные клетки стенки кишечника. Таким образом, кишечная стенка, кишечный барьер – это вот практически живой организм, который регулирует различные процессы в нашем человеческом организме. И сегодня мы говорим о том, что у нас имеются убедительные доказательства того, что кишечник является двигателем полиорганной недостаточности, и именно снижение барьерных функций кишечного барьера играет центральную роль в патогенезе и в реализации изменений иммунной системы, изменений микробиотов. Иными словами, кишечный барьер – это то, что отвечает за стабильность функционирования ряда механизмов. Следующий слайд можно, пожалуйста, который позволяет в том числе развиваться и сердечно-сосудистым заболеваниям. И ключевыми игроками среди медиаторов и пути развития сердечно-сосудистых заболеваний являются приметиламин, приметиламинокси, короткоцеполичные жирные кислоты, липополиосахариды, то есть все те продукты микробиона кишечника, которые, в общем-то, от которых наш кишечный барьер старается что-то спаяться, охранить. И сегодня существуют убедительные взаимосвязи, которые демонстрируют, исследования, которые демонстрируют тесные взаимосвязи перечисленных мутиаторов, да, и с риском развития атеросклероза, и с неблагоприятными исходами у пациентов с ишемической болезнью сердца и рядом других состояний. Иными словами, сегодня мы активно изучаем вот эти пути патогенеза, взаимосвязи между функционированием и состоянием желудочно-кишечного тракта и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. И сегодня мы имеем очень большой спектр доказательств того, что и синдром повышенной эпителиальной преминзаемости, и кишечная метабиота тесно связаны с системными изменениями во всех органах организма. Они имеют взаимосвязи, доказанные взаимосвязи в том числе с междегенеративными заболеваниями, с заболеваниями сердца и сосудов, с хронической болезнью почек. Иными словами, создается впечатление, что синдром повышенной эпителиальной преминзаемости играет такую ключевую роль в патогенезе многих состояний организма, который, еще раз повторюсь, обеспечивает вот это патологическое воздействие тех изменений, которые происходят в эпителиоте кишечника. Следующий слайд. И, безусловно, реализация этих изменений и реализация каскадов синдрома повышенной эпителиальной преминзаемости реализуется и через другой эпителиальный слой, не только в живущем кишечном тракте. В сердечно-сосудистой системе кишечника это выявляется эндотелий. Да, вы хорошо все знакомы с функциями эндотелия. И, наверное, со студенческих времен мы уже усвоили, скажем так, такое правило, что если хочешь объяснить патогенез какого-то сердечно-сосудистого заболевания, начиная со слов дисфункции эндотелия и воспаления, ты будешь абсолютно прав. Действительно, сегодня складывается вот такой комплекс синдрома повышенной эпителиальной преминзаемости, который объединяет в себя те изменения, которые происходят в кишечном барьере, на уровне эпителиальных клеток кишечника и на уровне системы эндотелия. Следующий слайд, пожалуйста. И, безусловно, возникает вопрос, а как влияют препараты, которые восстанавливают целостность кишечного барьера на эндотелий или на те факторы, которые мы часто обсуждаем в качестве факторов, которые ассоциированы с эндотелиями дисфункции, а именно, например, фактором воспаления. И, в частности, вот на примере лебагита, который является лебомедита, который является классическим препаратом для лечения желудочно-кишечного тракта, мы знаем, что он воздействует на все переструктурные уровни кишечного барьера. Он стимулирует восстановление слизистого слоя, он регенерирует клетки эпители, сшивает нарушенные плотные контакты и улучшает кровоснабжение, способствует регенерации эндотелия. В результате восстановления плотных контактов восстанавливается нормальная кондициальность кишечного барьера, да, и, кроме того, имеется большой широкий спектр дополнительных биотропных эффектов лебомедита. Следующий слайд, который нашел свое подтверждение в клинике и в эксперименте, которые говорят о том, что лебомедит обладает разносторонними противовоспалительными эффектами, которые реализуются в том числе и через ингибицию транслокаций субъединицией материального фактора роста гаммобитных и 65 гидроиноптериальных клеток. Следующий слайд, через подавление функций мебранных или неядерных ростогландиновых биорецепторов, да, особенно в условиях, когда существует повышение продукции по воспалительным цитакинам. Следующий слайд, пожалуйста, обладает собственными антиоксидантными эффектами благодаря своей особенности химической формулы. Следующий слайд, а в контексте обсуждения эффекта трибомедита не только как протектора или универсального протектора слизистой, который мы припидаем для назначения ряда лекарств, которые мы используем в практике для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как антиангиганты, обсуждается вопрос даже по применению защиты слизистой при назначении пероральных антикоагулянтов, хотя это не является абсолютным показанием, сформулированным по аналогии для антитропоцитарной теракии. Но вот этот потенциал противовоспалительный, потенциал репомедита, очень интересен в контексте возможного предотвращения развития атеросклероза, и, разумеется, отнюдь не поддерживая функцию статинов, да, и доказанную роль статинов, но у пациентов, у которых есть коморбидность, желудочно-кишечная, сердечно-сосудистая, такая комбинация может иметь дополнительный эффект. Следующий слайд, пожалуйста. И, собственно говоря, вот в продолжении консенсуса о синдроме повышенной эпидемиальной проницаемости, наша же группа экспертов, эта же большая группа экспертов, опубликовала такие вот практические рекомендации по эпителии протективной терапии, коморбидной заболеваниях, журнал «Терапевтический архив», вызываю тоже вас с ними ознакомиться. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и следующий момент, о котором тоже невозможно не сказать, когда мы говорим о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, это о роли печени, а точнее неалкогольной жировой болезни печени в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний. И опять-таки, почему приятно об этом говорить и рассчитывать на то, что вы познакомитесь с этой темой гораздо глубже, потому что буквально недавно также был опубликован специальный российский консенсус для врачей по ведению взрослых пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, ее основными коморбидными состояниями, где большое внимание посвящена отдельная глава именно взаимосвязи неалкогольной жировой болезни печени с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая, да, я хочу подчеркнуть, на сегодняшний день считается даже независимой от метаболических состояний, которые обычно ассоциируются с неалкогольной жировой болезнью печени. И опять-таки мы видим, что не можем разделить желудочно-кишечные фракции, вечно сосудистую систему, да, что и когда мы говорим о печени, мы тоже должны говорить о том, что это один из факторов, который в том числе и ассоциирован с синдромом повышенной эпидемиальной кондициальности и дисфункции эндотемия света числа. А на примере артериальной гипертонии, наверное, этот слайд практически суммирует, опять-таки, синтепологические механизмы, подфизиологические механизмы прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, на примере артериальной гипертонии, которая ассоциирована с неалкогольной жировой болезнью печени. Это и системное воспаление, окислительный стресс, инсулино-резистентность, база констриции за счет активации симпатической эренино-англёдной системы. И, безусловно, да, опять-таки мы сталкиваемся, что глубокие изменения микробиота кишечника, ну и, собственно, говоря, или случайно я в первую половину доклада посвятила именно этому англёдному синдрому повышенной гипертонии. Следующий слайд, пожалуйста. Что мы знаем на сегодняшний день? Что неалкогольная жировая болезнь печени рассматривается как самостоятельный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И тому есть ряд подтверждений. Если коротко, то мы знаем, что это, по крайней мере, более двукратное повышение риска развития ишемической болезни сердца, повышение смерти от сердечно-сосудистых печен, повышение риска церебровоскулярных катастроф. Добавили сюда еще повышение риска развития сердечной недостаточности, особенно сохраненной фракцией выброса. Добавили сюда повышение риска юбиляции предсердий. Добавили то, что неалкогольная жировая болезнь печени – это состояние, которое является протромбатическим состоянием. И поэтому роль этого заболевания в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний чрезвычайно высока. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, безусловно, у нас возникает вопрос, каков потенциал препаратов, которыми мы лечим, неалкогольную жировую болезнь печени, для управления старением, а эти все механизмы вовлечены и в старении, и возраст с ассоциированными заболеваниями. Следующий слайд, пожалуйста. Безусловно, мы говорим, прежде всего, о наибольшем уровне доказанности для модификации образа жизни. Физическая активность, здоровая диета, основа лечения неалкогольной жировой болезни печени с наибольшим уровнем доказанности – это основа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но зачастую мы не можем обойтись без препаратов. Безусловно, молекулой лидера в этом отношении на сегодняшний людей является УРСА-САН-БОРТЭ, УРСА-Безоксиколевая кислота, которая обладает как печеночными, так и непеченочными эффектами. Следующий слайд, пожалуйста. И, собственно говоря, вот интерес к этой молекуле сейчас связан именно с функцией хронизоидных рецепторов. Будучи полипатентной молекулой, УРСА-Безоксиколевая кислота влияет и на те процессы, которые ассоциированы с прогрессированием печеночного заболевания, влияет на процессы воспаления, влияет на метаболизм глюкозы, либидов, восстанавливает гомеостаз желчных кислот, таким образом значительно шире влияние на процессы, которые ответственны за прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний, чем только те, что ответственны за прогрессирование заболеваний обеспечения, не случайно вот эта работа, выполненная под руководством академика Ивашкина, профессора Мальевской, в которой было продемонстрировано способность курса дезоксиколевой кислоты уменьшать как печеночные проявления, так и проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, в частности, приводитые заполщенные комплексы интимомедиа, такого суррогата, атеросклероза, нашла свое отражение и получила достойное признание будет еще опубликованное, наверное, в топовом журнале в области гастроэнтерологии, если следующий стоит, пожалуйста. Ну и так, в общем-то, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая система, не только в путь сердцем ущида, даже через его желудок, но сегодня мы можем говорить о том, что это очень тесные взаимосвязи, и мы должны помнить об этой оси, рассуждая опыты кинези сердечно-сосудистых заболеваний и реализуя подходы к лечению коморбидных пациентов. Следующий слайд, и еще буквально напомнить вам от трех документов, о которых я сказала, которые достойны того, чтобы быть с ними ознакомленными и вникнуть в те нюансы того, что я сказала таким телеграфным текстом сегодня. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, готовы мне ответить. Продолжение следует... Еще раз огромное вам спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, я позволю перейти к следующему докладу. Он посвящен старческой астении как новому потенциально противному сердечно-сосудистому факту риска. Поскольку я сегодня единственный председатель, я поэтому озвучила себя. И позвольте, я сейчас также утеряю большое внимание, поскольку мы на сегодняшний день не можем уже говорить о технопатологиях, не учитывая общее демографическое старение населения. И поскольку процесс старения, это действительно бесконечный континул, вы его все очень хорошо знаете, это разнообразные идеологические, функциональные, психологические, безусловно, и социальные изменения, которые зависят от многих факторов. В первую очередь это, безусловно, генетические факторы. И кроме того, мы можем говорить и о окружающей среде. Ну и вот на сегодняшний день предложено семь, которых, конечно, много, но именно семь ключевых механизмов, которые ведут к старению. Во-первых, это нарушение регенерации стволовых меток, это нарушение метаболизма, нарушение протеоставов, макро-молекулярные повреждения, стресс, причем абсолютно любой стресс, как эмоциональный, так и физический стресс, это эпигенетические модификации, успаление, причем успаление системное, неинфекционное, хроническое, очень слабой интенсивности, как правило, вызвано многими метагенными факторами на фоне длительных хронических заболеваний, таких, как ожирение, таких, как и патология желудочного, кишечного, тракт, или условно-сердечно-сосудистой системы. И все эти механизмы, они очень-очень тесно перебитены и способствуют развитию таких сложных комплексов. Вот мне очень понравилось высказывание наших зарубежных коллег, что действительно впервые в истории взрослые люди в возрасте 80 лет, и старше, оказались самым быстрым в своем населении в мире. Мы действительно наблюдаем графическое старение населения, а именно увеличение доли лет с пожилого и старческого возраста. И вот считается, что в нашей дне ребенок, который рожден сегодня, имеет расчетную продолжительность жизни более 100 лет. И это обусловлено безусловно достижением глобального здравоохранения, эффективным лечением хронических неинфекционных заболеваний, очень таким своевременным появлением известных нам очень хорошо модифицированных факторов риска. И все это в совокупности приводит к определенному улучшению патологической ситуации. И если вот мы говорим о демографическом старении населения, конечно же, мы с вами вспоминаем не только ботиморбидность, как зимовую карточку стареющего организма, но и пириатрические синдромы. И среди них это именно старческая астония, как ключевой пириатрический синдром, который действительно может быть потенциально обратим, если своевременно мы выявим факторы его развития. И старческая астония, конечно же, тесно связана с другими пириатрическими синдромами, с мультиморбидностью. Ну и вот на сегодняшний день мы обязательно с вами в нашей клинической практике учитываем не только физический возраст, только, вернее, паспортный возраст, но и биологический возраст. Это как раз старческая астония и отражает так называемые биологические ныгры. До 10% лиц в возрасте 60 лет и старше, которые находятся в домашних условиях или живут в пансионатах для пожилых людей, страдают старческой астонией. Безусловно, по мере старения организма встречаемость данного синдрома нарастает. И вот как представлено на слайде, к сожалению, продолжительность жизни людей, которые имеют старческую астонию, она гораздо меньше, чем у лиц, которые не имеют старческую астонию. Ну и вот мужчины, оказывается, конечно же, у нас очень уязвимыми, но, возможно, это обусловлено тем, что раньше у них развивались сердечно-сосудистые, жизненно угрожающие патологии, много факторов риска. Но, тем не менее, вот этот вопрос, он заслуживает очень-очень такого тщательного обсуждения. Ну и старческая астония, как я уже сказала, это не только мультиборбидность, но и инвалидность. И когда мы, следующий человек, пожалуйста, смотрим вот эти состояния, то они очень кислородные. Старческая астония – это многомерное, мультисистемное состояние, которое характеризуется снижением и универсионального резерва, и физического функционального резерва, и физического функционального резерва. Что самое страшное, формируется зависимость от близкого окружения. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения. Одновременно имеется множество сопутствующих, патология, инвалидность. Независимость, в этом есть свобода человека, она, безусловно, определяется на независимость, в том числе и физическое независимость. И вот эти вот все состояния, они очень тесно переплетены между собой, они перекрещиваются между собой. И мы всегда с вами должны помнить о так называемых перекрестных симптомах, которые существуют и в кардиологии в том числе. Ну, последние данные также подтверждают, что в старческой остыне чаще встречается улез именно сердечно-сосудистой патологии. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний в старческой остыне отягощает друг друга. И даже если исходно существует сердечно-сосудистые заболевания, то всегда ухудшается функциональный статус. Я не могу не представить собственные данные, которые были еще в 17-м году опубликованы в журнале «Кардиология». И вот на примере женщин, возле 60, 50 лет не старше, нами было показано, что действительно в старческой остыне очень тесно ассоциировано с сердечно-сосудистым риском. Что это были за пациенты? Ну, вот это были пациенты разного возраста, но в целом по группе очень высокий, именно очень высокий сердечно-сосудистый риск имелся в 70% случаев. Ну, по мере взросления людей он нарастал. И вот посмотрите, пожалуйста, как также нарастала встречаемость старческой остыне на пикакурте пациентов. И когда мы проанализировали данные, было понятно, что февриляция предсердия, хроническая болезнь почек, гипертрофия миокатериев и желудочковой анамнези и объясняли высокую встречаемость очень высокого сердечно-сосудистого риска у женщин старческого возраста. На следующем слайде также представлены наши данные. Это сопутствующая патология у пациентов с сердечной недостаточностью, также в возрасте 60 лет и старше. И вот что обращает на себя внимание? Посмотрите, вот на ряду буквально сопутствующей патологии, сейчас очень много уделяется этому вниманию, посмотрите, пожалуйста, какая встречаемость старческой остынеет падение. То есть, в принципе, встречаемость практически сопоставима с патологией и сердечно-сосудистого кинеза. Здесь, конечно, только я вижу неправисованную сопутствующую патологию, но я могу сразу сказать, что на первом месте это артериальная гипертензия, это февриляция предсердия, гипергрипетемия, анемия и другие патологии. Если мы говорим, следующий слайд, пожалуйста, обыск, почему это происходит? Ну, это понятно, поскольку по мере старения организма в сердечно-сосудистой системе происходят инвалютивные изменения как со стороны сосудистой стенки, так и со стороны проводящей системы сердца. Увеличивается риск, в первую очередь, развития сердечной недостаточности, именно сохранение фракции выбор целида желудочка, особенно на фоне мульти, моргидности, особенно у женщин. Следующий слайд, пожалуйста. Со стороны миокарда мы также наблюдаем уменьшение податки растений в вашем удочке, особенно на фоне миокардиарной и шуме, особенно на фоне физической нагрузки. И, конечно же, снижается способность ремко-желудчика в выполнении диастула с последующими гемодинамическими изменениями. Следующий слайд, пожалуйста. И вот впервые Уильям Шрауна, это представитель Гарвардской медицинской школы в Бостоне, в статье «Слабость и сердечно-сосудистая смертность», которую они проанализировали у трех миллионов пожилых пациентов Америки, они выдвинули депутаты о том, что старческая остемия, она связана с повышенным риском именно сердечно-сосудистой смертности. Ранее я говорила именно про сердечно-сосудистой лист, а здесь именно сердечно-сосудистая смертность. На протяжении 15 лет наблюдали этих пациентов, и вы посмотрите, пожалуйста, что именно тяжелая фрелти, то есть тяжелая старческая остальность, вот эти люди имели наихудшую выживаемость. По сравнению даже с теми людьми, у которых фрелти была умеренная, ну, я уже не говорю, по сравнению с той какой-то пациентом, которые были крепкие. Следующий, пожалуйста, слайд. Конечно же, наличие тяжелой сердечно-сосудистой старческая остальность очень тесно связана с сердечно-сосудистой смертностью. Мы вполне склонны доверять этим результатам, потому что это действительно одно из таких крупнейших фундаментальных исследований последнего времени. И представлена самая современная оценка взаимоотношений между старческой остальностью и смертностью. Вот это сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний день. И, конечно же, нам надо, уважаемые коллеги, все равно ввести поиск новых маркеров, которые могут нам, во-первых, помочь со своевременной оценкой сердечно-сосудистого риска и последующих осложнений. И вот как раз старческая остальность может быть одним из таких многообещающих дополнительных маркеров, особенно у лиц пожилого и старческого возраста, когда мы с вами затрудняемся вот истинно предсказать прогноз. Здесь много факторов, вы их также очень хорошо знаете. Ну, из чего начать? Первое, это, конечно, скрининг старческой остальни. В мире существует очень много опросов, но, к сожалению, нет унифицированного подхода к выявлению вот именно скрининга у старческой остальни, поэтому эти данные разнятся. Но, тем не менее, в нашей стране с 2017 года существует опрос. Именно он существует для скрининга, не для диагностики, а для скрининга старческой остальнии. Возраст непонеха следующий, пожалуйста. И вот исходя из этого, когда мы говорим с вами о каких-то новых макурах, о скрининге, то, конечно же, мы можем с вами и старческую остальнию рассматривать, как один из возможных модифицированных факторов риска наряду с такими вот известными знаковыми и модифицированными факторами, как артериальная гипертенция, курение, нездоровое питание, жирение, гиперлипидемия и высокий уровень физической активности. Безусловно, люди старшего возраста имеют очень высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. А вот как раз, если посмотреть на эту проблему наоборот, то выявление, вот своевременное выявление старческой остальнии, а лучше, безусловно, при остальнии, может как раз нам помочь идентифицировать лица с высоким сердечно-сосудистым риском. То есть мы на основании таких данных как утомляемость, непреднамеренная потеря массы тела, низкая активность, слабость, именно снижение силы сжатия кисти, замедление скорости ходы. Вот в совокупности мы можем приравнять к высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку это не объемлемые критерии, черты старческой остынии. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну и как мы можем оценивать, оценивать и сердечно-сосудистый риск, и старческую остынию в совокупности? Ну, во-первых, первый шаг, это, конечно, оценка традиционных факторов риска. И вот на втором этапе нам предлагают оценивать в помощи вопросников в нашей стране возрастных помех, особенно бежон, фрейл, риск наличия старческой остынии, когда уже появляются новые патогенетические пути, это и воспалительные пути, которые запускают эндокринные пути, и материальные дисфорции. И вот общий спад и генеза, формирование и старческой остынии, и сердечно-сосудистых заболеваний подсказывает нам о том, что действительно старческая остыния может рассматриваться как один из модифицированных факторов сердечно-сосудистого риска. Ну и, конечно, под вопросом пока остается такая проблема, а будет ли добавление мер именно по скрингу старческой остынии улучшать появление пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском? Пока это под вопросом. Но уже появились такие мысли, и вероятно, вероятно, вот та категория пациентов, которые старшего возраста, которые имеют женский пул, поскольку женский пул ассоциирован, очень интересно, с остальческой остынией, которые имеют вот эти неправильные факторы риска, могут войти в эту группу. Следующий, пожалуйста, слава. Ну и, как я уже сказала ранее, появление приостыния, вот именно когда мы можем приложить какие-то усилия на то, чтобы помочь нашему пациенту, и может нам дать возможность проводить какие-то эффективные методы профилактики и лечения в этой конкурте ПЦН. Почему? Ну, во-первых, потому что при хрупкости и при остыне это действительно многомерное и потенциально обратимое состояние риска, которое предшествует развитию старческой остынии. И показано, что если мы в этой этапе, когда мы появляем приостынию, мы не прилагаем никаких усилий для того, чтобы замедлить его прогрессирование, то через 5 лет мы наблюдаем пациенту уже развитие старческой остынии. А это, к сожалению, уже необратимый фактор. Ну, и еще буквально вот недавние были 2017 года результаты мне очень понравились. Действительно, вот что интересно было показано, это был очень крупный анализ с участием 31 тысячи участников и 17 крупных исследований именно смотрели встречаемые сердечно-сосудистые патологии в зависимости от наличия старческой остынии. И что было выявлено, что как раз при остыне привлекла за собой более высокий риск сердечной недостаточности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть еще раз подтверждаются вот эти акценты, решения, на которые мы должны действовать. И на сегодняшний день, уважаемые коллеги, вы видите, что практически все и национальные, и зарубежные руководства по ведению пациентов, ну и в частности, по сердечно-сосудистой патологии, настоятельно рекомендуют выявлять пациентов с синдромом старческой остынии. Ну вот, к примеру, это руководство европейского общества картеруков, вылечения актериальной гипертензии, где вот прописано, что обязательное выявление пожилых пациентов гипертензии синдрома старческой остынии и определение степени независимости их от устранной помощи. Еще очень интересный момент, это шкала ХСПЛЭТ, она вам всем очень хорошо известна, мы используем ее у пациентов в своей гипертензии. Обратите внимание, что в 20-м году в нее было внесено очень маленькое, на мой взгляд, очень существенное дополнение, что мы теперь присваиваем также один вам не только простому пациенту, который имеет возраст старше 65 лет, но даже если еще пациент не достиг этого возраста, такое бывает, это и 58 лет, может быть и 60 лет, если мы увидим наличие старческой остынии, мы уже также присваиваем этому пациенту гипертензии пау. Это совсем последний, недавно в начале этого года опубликованная рекомендация канадского общества по лечению пациентов с сердечно-недостаточностью низкой тракцией выпресса его желудочка, где также уделяется огромное внимание переоперационному и предоперационному введению пациентов, что обязательно наличие выявлений не только в ТВС, там и риск внезапной сердечной смерти, но и старческой остынии, деменции, сопутствующие заболевания и оценка лекарственной терапии. И отечественные рекомендации по артериальной гипертензии, где также написано, но здесь даже уже указано, что действительно скрининг старческой остынии должен проводиться с помощью опросника возрастной помехи, поскольку появление старческой остынии может влиять как на тактику антигипертензивной терапии, так и на достижение целевого уровня давления. Но возникает вопрос, какие же все-таки у нас приоритетные группы пациентов с сердечно-сосудистой патологией, у которых нам в первую очередь опросника возникает синдром старческой остынии. Вот обратите внимание, что в основном как все люди в возрасте 70 лет и старше, которые имеют острые или хронические и сердечно-сосудистые заболевания, если есть хронические и сердечно-сосудистые заболевания, то есть мы видим текомпенсацию клинического состояния. Также пациенты с мухиморбидностью госпитализированы по поводу острых событий или каких-то несердечно-сосудистых событий или перенесших серьезное хирургическое вмешательство. Ну и, конечно же, те пациенты, с которыми мы решали вопрос о необходимости оперативного вмешательства. И как раз вот оценка хрупкости является ключом к определению адекватности вмешательства у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Что еще нам рекомендуют эксперты, как отечественные, так и зарубежные, как мы можем оценивать старческую астению? Ну, во-первых, здесь, конечно, зависит от того, имеется она или нет, выявлена или нет. И уже в зависимости от того, есть ли астения, мы обязаны с вами направить пациента к гериатрой для проведения комплексной гериатрической оценки, которая является базисом современной гериатрии, поскольку только с помощью проведения комплексной гериатрической оценки, мы можем подразумевать диагноз старческой астении. И вот мультидоменный подход к пожилому пациенту он сейчас применяется везде. И у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, и у пациентов с артериальной гипертензией, любого человека со старческой астенией, независимо от сопутствующей патологии, мы оцениваем детерминатные пробкости, обязательно оцениваем психическую сферу, социальную сферу, и, конечно же, биологические функции. Ну и вот по вопросам вероятно стоит огромный-огромный вклад в профилактику старческой астении, которая ассоциирована именно с очень высоким сердечно-сосудистым риском. Это важно в кардиореабилитации. Много работ сейчас обсуждают этот момент. Это физические упражнения, это улучшение питания и буквально в последние дни идет поправка по питанию. Если мы рекомендовали пациенту где-то сто один грамм в килограмм массы и вот такая вот команда по управлению старческой астении, поскольку на сегодняшний день наш дисциплинарный подход существует везде. На амбулаторном этапе без этого невозможно. В центре вы видите именно темы функциональной обязанности и зону ответственности именно врача общей практики. Это и скрининг хрупкости, направление пузским специалистом, это огромная работа с пациентом и информирование о заболевании последствиях не только его, но и его близкого окружения. Это решение всех вопросов о бреде и болезни, это и депрескрайбинг, да, порой мы вынуждены корректировать терапию, какую-то терапию обменять с целью улучшения качества жизни пациента. Ну и вот очень такой достаточно интересный слайд, мне очень понравилось просто его название, также коллеги предлагают вот рассматривать современный подход к пациенту в рамках халактики премности, особенности общей кардиологии, также уважаемые коллеги, вы видите, что это комплексный, но с другой стороны достаточно индивидуальный подход, огромные перспективы возлагаются на цифровые устройства для здоровья, это и смарт-хомы, и всевозможные устройства, и в заключении, уважаемые коллеги, я хочу еще раз обратить ваше внимание, что именно вот гипотеза, что биологический возраст, а не старческая, остальные являются модифицированным фактором салфетического риска, очень привлекательно, но безусловно требует изучения и проведения достаточно крупных, надежных, контролируемых клинических исследований. В среднем, почему? А потому что в среднем общее состояние здоровья пожилых людей, которые были включены в крупные исследования, и метаанализ, и регулированные клинические исследования, оно изначально было лучше, чем у тех пациентов, которые мы видим в реальной жизни, потому что всегда существуют определенные критерии. Также ни одно исследование не изучало влияние общего состояния здоровья на сердечную сосудистой риск. И хотя признание полученного фактора риска все более клинически значимым становится в среднем сосудистой патологии, все-таки сохраняется некая неопределенность необходимости своевременного определения, скрининга, оценки и лечения хрупкости при сердечно-сосудистых сомпределениях. Спасибо огромное. Уважаемые коллеги, если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Спасибо. Спасибо вам. Мы переходим с вами к следующему докладу. И мне также очень приятно представиться в Донбассе наук, это центр кафедры предпринимательной терапии лечебной уэтистета российской ценности и северского соцсетского инвестиционного университета и Николай Валович Тераков. Пожалуйста, всем Towards. Спасибо. Николай на продолжение очень последнего коробла в этом я разъяснил тем ひと терапии демонстрации. Ну если я просто напоминаю всем, что основная сумерность к российской федерации у нас сердечно-сосудистые, и эта ситуация односторожно сохраняет и в течение, в общем-то, уже и стереть, можно так сказать. И одним из исходов сердечно-сосудистых заболеваний, которые, если сокращают время дожития наших пациентов, является сердечно-сосудистая недостаточность. В одном из исследований в эпохах СЛН было показано, что в динамике в течение 20 лет наблюдения не все заболевания, так сказать, наращивают процент больных сердечно-сосудистых недостаточностей, в частности, по артерии и гипертонии. В общем-то, достаточно нестабильные цифры 1998-го года в 2017 году. Также, как и в целом, по человеческому болезни сердца нарастает с 56-63%. Самая большая доля прироста больных сердечных недостаточностей, в частности, в странах, это больные с инфарктом миокарда. В 1998-м году было 38% и в 2017-м году было 15,8%. То есть в три раза увеличилась доля этих больных с сердечным недостаточностью, которые перенесли в прошлый год миокарда. И эта, так сказать, тенденция, она сохраняется, несмотря на то, что, в общем-то, проводились целевые программы, и они, значит, дали очень хороший взгляд. В 2000-е годы была реализация федеральной программы по больным сопрямям и гипертонии, а в 2010-е годы, в общем-то, мы ведем проекты, показали эти инфарктические больные, с опытными с осознанными заболеваниями, а в коэффициент инфекционных контракт, ангиологии и так далее. Значит, и как, так сказать, здесь и задуматься, почему, так сказать, идет нарастание доли процентов на месячных достаточно предназначенных инфарктических миокарда, возможно, играет определенную роль даже самый факт внедрения новых технологий в лечении уставных инфарктических миокарда, когда сохраняется жизнь тех пациентов, которые в прошлом без этих технологий, в общем-то, нам не были бы и, так сказать, не были бы сохранены. И пациенты, так сказать, но у этих больных остается, в общем-то, поврежденный миокарда. И в итоге мы можем представить профиль наших пациентов. С одной стороны, увеличивается число выживших после инфаркта миокарда больных, далее увеличение возраста выживших больных, они живут, доживают, и это одна сторона, положительная сторона. А одновременно с этим увеличивается вероятность повторного инфаркта в этой живописи. А повторный инфаркт – это уже другой исход, это немножко другое течение в больных. И, соответственно, увеличивается число больных с бессимптомной дисфункцией, для его джемпутичка. Если посмотреть на чистоту количества сердечных недостаточных после инфаркта миокарда, то вот в течение года больных перемешивших инфаркта миокарда с подъемными сегментами, это варьирует примерно от 27 до 26 процентов пациентов. Весь подъемный сегмент СД – от 10 до 25 процентов. А в течение пяти лет тактино усугубляется судом у больных, кто внесли инфаркт миокарда с подъемными сегментами СД. Таковы с серичной недостаточностью, но это около 40 процентов, почти половина. Когда же наступает клиническое проявление сердечной недостаточности после инфаркта миокарда и успешной левоскалеризации? Значит, вот там есть проспективное исследование более чем 1300 пациентов, где внешний инфаркт миокарда и чрезвычное вмешательство показали, что первые два года инфаркта левого желудочка, в общем-то, есть симптомы. И клинические проявления сердечной недостаточности начинаются спустя два года, и отноцелуются. И если мы рассмотрим, исходя из этих данных, что же влияет на такое вот отсрочное развитие сердечной недостаточности по больнице с привычным инфарктом, то оказывается, что это вот те факторы, на которые мы влияем. Мы влияем на медкарде лепитации, а также в момент вторичной профилактики. И обратите внимание, увеличение возраста на каждые 10 лет увеличивает вероятность сердечной недостаточности до 50 процентов. Женский пол до 34 процентов. Повторный инфарк миокарда в зависимости от катастрофичности. Повторный инфарк миокарда в зависимости от степени контроля, от 7 до 70 процентов. Сахарный диабет. Смотрите, снижение полуточковой фильтрации на 10 лет от мультиметров поджатный, увеличивает вероятность сердечной недостаточности на 10 процентов. Частота зависимости от вращения, фибрилляции предсердия. То есть ли это сердце тоже вам оказывает определенный вклад. И, собственно говоря, даже исходя из этих данных, а также сроков, от всего очень высокого появления лифицированности личной недостаточности, мы начинаем понимать, что вклад в профилактику смертности практически одинаковых как при использовании высокотехнологических методов в остром периоде инфарк, так и при использовании успешной профилактики в исторической профилактике в отзвученном периоде. То есть практически этот вклад одинаковый получается. И, собственно говоря, об этом говорит и следующее указанное в осмотрении проспективного людей после инфаркта миогарда, в котором было показано, что в успешной программе реабилитации снижает частоту сердечно-сосудистых осложнений, снижает поздравляю инфаркта миогарда, в принципе, реабилитацию сердечно-сосудистых осложнений на 50%. И причем этот эффект начинается с первого же момента, с первого же момента начала этой самой успешной реабилитационной программы. И, собственно говоря, когда мы уже подбаску к самому понятию, что же мы принимаем реабилитации, мы все знаем, я даже не могу, наверное, зачетовать, мы все прекрасно понимаем все те пункты, которые, на которые мы должны влиять. А также те препараты, которые мы должны применять, это все нам достаточно известно. И здесь важно два момента. Первое – это достижение целей. Мы должны ставить цели, и мы должны эти цели достигать. Если мы их не достигли, применение современных препаратов не оказывает эффекта. Мы вспоминаем, например, влияние неконтролирования гипертонии на развитие сердечно-сосудистых от 7 до 70%. Так вот, цели полиалтолирования – это номер один в наших действиях. И второе, пожалуйста, следующее свое – это применение многих компонентов, то есть нескольких компонентов из этой реабилитационной препараты. Мы не должны довольствоваться чем-то одним, достигнуть своего давления и холестерина, и все. Но этого мало. Этого мало. Вот, пожалуйста, я вам представляю экспериментарный анализ из более чем слизистой пациентов, которые почти до слизистой лет, выделили с инфаркмиаками. Значит, авторы исследовали, значит, собираясь много фактов, то есть много компонентов из реабилитации с выживанием. Оказалось, что если выполняется 6, хотя бы 6 компонентов из вот этой программы по реабилитации, то это уже существенно влияет на выживание. И об этом случается интересно, как же на самом деле в реальной реабилитической практике происходит, какие цели, а какие цели достигают удачи реабилитической практики. И вот европейские исследования в Европе и Спаре 3 показали нам, что в европейской популяции происходит. Обратите внимание, вот здесь вот и сидят, к сожалению, почему-то. Ну вот первая цифра 17-го религия, вторая цифра, определенная на оживление, далее идем и артериальная гипертония, и холестерин. Последние, это сахарные деньги, 25%. Обратите внимание, что и оживление, и артериальная гипертония, достижение холестерин целевого уровня, оно всего лишь примерно половина. Это европей. При этом мы смотрим препараты, которые мы принимаем, и этот вайн-ареза, говорит, на 91%. Далее идет бета-блокартер, и в СССР, далее идут и медитраты, и обратите внимание, всего лишь 70%. Ну, 25% от обретения холестерин, и 70% от обретения холестерин. Вот это европейская компуляция. Мы тоже провели небольшую работу по исследованию того, каких результатов достигают в искусственных поликлиниках. В чем практике, вместе с тем, каких результатов реабилитационных программ достигают здесь. Мы включили, значит, исследовали 116 пациентов, и мы питали, потому что в течение 16 месяцев. Значит, возраст был, я на уровне 57, при обладании мужчины, делали эко-картиограмму в первый день, то есть в день, когда случился инфаркт, в 14 день перед выпуском, и далее через 6 месяцев после окончания реабилитационных программ. И вот те же данные, которые были у него избавлены, мы проанализировали. У ящика у нас больше 30%. К сожалению, тоже несколько повыше, 65%. Достижение целевого недавления так выше. А вот достижение холестерина, у нас лучше. Значит, 30% это те, у кого повышение осталось. А у 70% стало бы достижение холестерина, которое произошло. Соответственно, по атмосферу векарства, у нас, обратите внимание, лучше принимаем гораздо больше, значит, процент применения холестерина и статина. То есть это вот наш профиль. А дальше мы проанализировали влияние того, насколько на этот компонент есть стяжение, в начале реабилитационных программах, влиять на функциональное состояние, в том числе и сердце. Ну, в частности, вот тот список, который мы включали в эти компоненты. Здесь он не только на давление, АЧСС, липидный профиль, а также физические тренировки, причем контролируемые и неконтролируемые. В самом факте отсутствия расширения газа, приема от лекции, отказ от холения, значит, от организации амбиоматалии, уменьшить движение, это было шкалы тренировки, прессия и приверженность к лечению. Значит, любые пять из дней термингового списка, если достигалось их врачом, как лекции с лечением, это принято, принято, как успешная рекомендация. Если достижение было менее пяти пунктов, это считалось не очень, так сказать, хороший результат. И, собственно, по этим результатам мы разделили на пациентов. Значит, и в момент, так сказать, начала реабилитационной программы, у них они не разметаболически, так сказать, не различались фракции, но просто у них также не различалось. Различие было по уровню терминцелина. Возраст по организации также присутствовали. И, ну, а к концу, значит, реабилитационного периода, через шесть месяцев, показалось, что те пациенты, у которых, значит, было реализовано более пяти программные реабилитационные, у них, ну, здесь, извините, здесь мне, я просила поменять мне слайд, здесь ошибка, здесь можно поменять вот на правую, на левую, то есть те, у которых было реализовано пять и более, это вот желтенькие. У них такие симптомы, одышка началась только в сорока процентах, активы, которые, мне и меньше говорили, только одышка составляла 75 процентов. Ну, то есть, в остальном, в общем-то, оно, в общем-то, в назначении были такие, очень существенные. Дальше, пожалуйста. Что касается... Да, простите, меня зовут, извините, пожалуйста. Прочу прощения. Это цифры по достижению целевых уровней репеток. Простите, пожалуйста. Просто подписи нет, и я несколько рекомендую. Продолжаю. Я просто покажу вам на цифрах лучше, как это вы видите. Значит, по уровню с исторического давления различий не было. Но по уровню ЧСС, программу холестолина, дальше, по уровню химии, имелось четкое уровень. Улучшие результаты в группе, где было более 5 программ по деликаментации. И обратите внимание, фракция выброса. Как, значит, выпадки вытащили с дистанциональной, так и в конце репетационного периода также различалась. То есть, когда у фракции выбросить нам это уже в норме, то мы видим четкое, значит, достоверное различие. То есть это нам позволяет, так сказать, полагать, что в целом такая реализационная, так сказать, успешная, улучшает функциональное состояние сердца. Пожалуйста. И вот, собственно говоря, вот, да, здесь мы видим все, что у нас получилось. с, значит, там, где реализована была агенция в прошлом программе инфраструкционного, процент больных социалистов составляет стандинфицирован. Там, где реализованы менее 5%, почти в 2 раза больше. Остальные показатели были очень беспостоянны, когда сердцебиение, так сказать, очень нарубнуя, амбаскозность, концоги, наоборот, они были беспостоянны. Собственно говоря, все эти данные позволяют нам говорить, что после перенесения рефорта миокарты на собственное состояние сердца влияет все. не только какая-то определенная терапия, которая устно-направлена в процессе сердечной недостаточности. Абсолютно все. Все наши действия, даже нормализация холестерина, как это не будет, наоборот, ими, снижение тревоги, физические тренировки, обучение, психо-фициальное управление и так далее, все это влияет на функциональное состояние сердца. И когда актуальность этой проблемы достаточно велика, в условиях Москвы и Московского региона, мы видели, что достаточно успешно работают с этим пациентом, но когда был проведен анализ того, что происходит в любви субъектов федерации, то в 2016-2018 году оказалось, что в 12 субъектах федерации процент охваченных больных в перемешанном армиакаде составил менее 20, а в 13 субъектах это был составлен менее 50. В общем, это был достаточно невысокий процент. Пожалуйста. Что произошло в 20-м году? В 20-м году нынерялась региональная программа подсоединяющаяся с субъектами субъекта федерации, но обратите внимание, фашистский субъект 67%, она реализована. Но есть те зоны, где она недостаточно реализована, это 20%, и даже зоны совсем до 8%. То есть здесь есть наичный начин работать, мы должны понимать, что реабилитация, когда успешно на этот планет такая реабилитация значительно улучшает прогноз пациента, и она должна продолжаться не 6 месяцев. Все данные по этим методам простых термиссерам говорят, что она должна длиться и длиться и длиться. Мы можем назвать это реабилитация, мы можем назвать это конечно пациент субъект, она должна начаться и больше не заканчиваться. При этом мы должны понимать, что только 36% пациентов в первнейшем культиве диокады на сегодняшний день у них реабилитация многокомпонентная компенсационная программа. И при этом от 20-ти до 40% пациентов прекращает эту программу уже через 6 месяцев, а 50-ти еще 50% прекращает эту программу через 47 месяцев. это главное на чем я хочу сконцентрировать в вашем моменте, потому что наша задача врачей первичного субъекта практически субъекта того, чтобы продлить, для продвития даже эти войны нужно продлевать меры нашего активного естественного инфекция. Спасибо. Очень полезный и своевременный доклад, сообщение. Спасибо. Коллеги, вопросы на сегодняшний момент. И позвольте пригласить последнего докладчика Виктора Ивановича Лунев, ассистент кафедры культурской терапии лечебного закуплитета Виктор Иванович поделится с вами собственными результатами и гипографикой у нас остались 7 минут и пожалуй Добрый день глубоко уважаемые коллеги в число Хроническая сердечная недостаточность представляет собой клинический синдром определяемый типичными симптомами и признаками характеризующийся структурной и функциональной аномалией сердца. Кроме того при этом выявляется повышение уровня надпыридических пептидов а также наблюдаются признаки застоя по большому малому программу кровопрощения в них среди вещества. Распространенность хронической сердечной недостаточности увеличивается во всем мире в настоящий момент она составляет от 1 до 3% и увеличивается преимущественно за счет фенотипа сохраненной фракции выброса во время количества пациентов с фракцией выброса низкой остается вставить можно следующий слой также глобальная заболеваемость составляет от 1 до 20% случаев на тысячу человек летальность представлена на слайде и мы видим что в течение пятилетнего периода нововведения умирает больше половины пациентов с хронической сердечной недостаточности кроме того наиболее важным является высокий уровень госпитализации данных пациентов а также самая высокая частота повторных госпитализаций в течение 30 дней после выписки повторно госпитализируется от 25 до 30 процентов а в течение года после выписки из стационара где поустановлен диагноз пожилой возраст сопутствующая мультиморбидность, а также высокая стоимость и низкая доступность рекомендуемых методов исследования для постановки данного диагноза, что особенно касается фенотипосохраненной фракции выброса. Можно следующий слайд. В связи с необходимостью ранней диагностики, особенно в условиях акулаторного звена, необходимы такие маркеры, которые будут высокодоступны и обладают низкой стоимостью. Одним из таких маркеров является индекс губальной функции левого желудочка. Данный индекс был впервые продемонстрирован в 2015 году, и вплоть до 2019 года он определялся методом магнитно-резонансной томографии сердца, что в свою очередь, опять же, показывало его низкую доступность в условиях акулаторного звена. Но в 2019 году впервые была опубликована работа, где данный индекс рассчитывался методом рутинного кардиографического исследования. Можно следующий слайд. Собственно, что представляет собой данный индекс? Он представляет собой отношение ударного объема. Глобальному объему левого желудочка выражены проценты. Что из себя представляет? Глобальный объем – это сумма среднего объема полости и объема миокарда, где сумма среднего объема полости, ой, средний объем полости представлен полусумой и конечного диастолического и систолического объемов левого желудочка, А объем миокарда представлено отношение массы, плотности левого желудочка, которое определяется как 1,05 грамм на миллилитр. Можно, пожалуйста, следующий слой. В связи с возможностью расчета данного индекса в условиях амбулаторного взлета путем рутинного кардиографического исследования, было выдвинуто предположение о его прогностической ценности у пациентов старшего возраста, 160 лет и старше, с хронической сердечной недостаточностью. Цель была определение прогностической функции в отношении комбинированной конечной точки, включавшей в себя декомпенсацию хронической сердечной недостаточности с последующей госпитализацией, а также летальный исход. В исследование было включено 136 пациентов, из которых худшую часть составляли нищим. В целом по группе индекс глобальной функции левого желудочка составил 19,6, и в зависимости от функциональных форсов цифры представлены на слайде. Можно просто сказать, что это было. В результате были получены значения индекса глобальной функции левого желудочка 18,7 и менее, с чувствительностью 69,4% и специфичностью 71,6%, предсказывавшие последующую декомпенсацию хронической сердечной недостаточности, с последующей госпитализацией и летальным исходом у пациентов со значением индекса менее 18,7. С целью подтверждения был проведен проспективный этап. Здесь представлен фрагмент текущего исследования. На данный момент длительность наблюдения по сравнению с ретроспективным этапом составляет всего 15 месяцев. На текущий момент в исследовании включено 39 пациентов. Опять же, большую часть составляет мужчины. В целом, пациенты ретро и проспективного этапа сопоставимы по основным параметрам. Но, к сожалению, в проспективном этапе отсутствуют пациенты с 4 функциональным классом ХСН. Тем не менее, значение индекса глобальной функции, как мы видим, сопоставимо. Можно следить число. Было выявлено также путем галлюционного анализа высокая взаимосвязь данного индекса с фракцией выброса, индекса массы миокарда, функциональным классом ХСН, а также симптомом бетобной. Кроме того, обращать на себя взаимосвязь с инфарктом миокарда, а также конечным диастолическим размером для его жуткочного. В результате были получены схожие данные для декомпенсации с последующей госпитализацией среди пациентов ХСН. Летальный исход был всего один, поэтому данные значения были получены в большей степени для прогрессирования декомпенсации хронической сердечной недостаточности. Как мы видим, значение индекса глобальной функции с чувствительностью 75% и специфичностью 74,5% является практически аналогичным, составляя 19 целых и менее среди пациентов старшего возраста. Таким образом, по данным ретроспективного этапа, оптимальным значением для предсказания декомпенсации с последующим летальным исходом среди пациентов старшего возраста с хронической сердечной недостаточностью является значение индекса глобальной функции левого желудочка 18,7 и менее. По данным перспективного этапа, это значение очень близкое и составляет 19 целых и менее. Таким образом, индекс глобальной функции левого желудочка в следствии возможности расчета путем рутинного эхокардиографического исследования может использоваться как хороший предиктор, как декомпенсации хронической сердечной недостаточностью, так и летального исхода обладает высокой чувствительностью, высокой специфичностью, не требует каких-то дорогих методов исследования, может быть рассчитан по очень простой формуле, что особенно актуально в условиях амбулаторного следа. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо, уважаемый депутатчик. Есть вопросы, кто-то начинал. Мы буквально минуты-минуты укладываются с нашей сессии, и я хотела бы сделать такое заключение, что результаты сегодняшней работы показывают, что действительно мультиморбидность, сердечно-сосудистая мультиморбедность, она неизбежна в нашей рутинной практике. Практически все дороги будут к сердечной недостаточности, к конечному этапу долгих заболеваний. В первом докладе Юлия Викторовна показала нам вклад именно в развитии сердечно-сосудистой патологии, а сложные патологии желудочно-кишечного тракта. Я также хочу отметить, что в последние буквально месяцы идет очень много публикаций, взаимосвязи, не о какой-либо жировой болезни печени. Сердечно-сосудистой предложены именно, поскольку сейчас пока выделены 7 филотипов сердечно-сосудистой, достаточно сухарной тракцией, при своем желудочке, то вот буквально в последнее время предложен еще один филотип, метаболический филотип, который сочетается с примером какой-либо жировой болезни печени, который является таким пусковым моментом филотипа сердечно-сосудистой сохраненной тракции на проследу желудочка. Филотип Далковна очень подробно показала и, мне кажется, очень убедила всех нас в значимости карты реабилитации. Самое главное действительно уму необходимости ее по жизненному применению, поскольку физическая активность – это такой фактор незаменимый, и, как сказал Виктор Иванович, обулаторный этап нуждается в простых, не требующих каких-то затрат методах, поэтому и карты реабилитации, вот глобальные функции, я уже лучше по-другому посвящен так, как Виктор Иванович, также подтверждают эти все возможности. Очень приятно, что мы не останавливаемся, мы раздумываемся, появляются новые диагнозы, прогнозирование течения заболеваний. И очень надеемся, что будем также продолжать работать в этом же стиле и в таком же формате. Я от всей души благодарю организаторов конференции, я от всей души благодарю всех и помощников, которые позволили нам в таком замечательном зале провести эту конференцию. Безусловно, всем выступающим докладчикам, поскольку огромная работа была проведена, потому что сегодня мы представили такую выживку всех современных, актуальнейших данных. Благодарю всех души, всех участников, которые работают в этой секции, поскольку это также ваше время, мы его очень очень ценимы. Желаю вам крепкого здоровья и успеха в вашей недоступной работе. Спасибо.